Пока мы с вами не виделись, было несколько таких громких заявлений. Так, на эфире канала «Россия-1» депутат Госдумы Андрей Гурлёв, генерал, на самом деле глава ЦОО оборонного комитета, заявил, что уничтожение может подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, которые не поддерживают политику Владимира Путина. Сегодня были там предложения, выборы отменить президент. А зачем? Даже если мы все будем ходить, носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни всей этой швали, которой это Бакроны, Байдены, Шольца и так далее, и тому подобное, это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. На мой взгляд, он очень четко сформулировал, он тогда, ну, так сказать, очно и собственным ртом сказал, что есть некоторое количество, как он выразился, какой-то гнили в обществе, которая не поддерживает Владимира Путина, и это там примерно по его оценкам 20% населения, и с ними надо что-то делать или как-то уничтожать. Изолировать или уничтожать. Изолировать или как-то уничтожить, он так буквально дословно так сказал. Ну, вот тут действительно, пожалуй, повод для того, чтобы предположить, что это призыв к насилию, уничтожению. Но госпожа Терешкова, глава комиссии Думской поэтики, она не нашла в его словах ничего такого, и заметила, что это личное право депутата Госдумы выражать свое мнение. А у нас этим правом наделены только депутаты Госдумы, да? То есть, если кто-нибудь другой так скажет... Вот давайте сразу оговоримся, что мы так не думаем, а мы моделируем ситуацию. Если завтра какой-нибудь человек, не депутат Гурулев, а просто гражданин Российской Федерации, например, скажет, я считаю, что нужно убивать всех членов партии «Единая Россия», что случится в следующий момент? Я понимаю, что совершенно правильно будет сделано, что его арестуют и подвергнут наказанию за призыв... Хотя пригласят в Центрэ. Нет, его не просто пригласят, это уже состав преступления, это призыв к уничтожению какой-то там конкретно обозначенной социальной группы. Вот. Депутат Гурулев обозначает 20% населения Российской Федерации, а это, на мой взгляд, вполне себе обозначенная социальная группа, то есть, ну, там... То есть, каждого пятого, да? Была такая римская традиция, децимация называлась. В случае бегства когорты с поля боя, казнили каждого десятого солдата, ну, в назидании остальным девяти. То есть, видимо, депутат Гурулев предлагает примерно такую же практику вернуть, которую, кстати говоря, очень массово использовал Лев Давидович Троцкий во время гражданской войны. Казнили каждого десятого из состава красноармейцев, которые там проявили какую-то нестойкость в бою. То есть, вот депутат Гурулев сейчас, видимо, подсознательно понимает, что идет какая-то внутренняя война, и нужно принимать вот такие меры к населению. А если что, такие мнения, на самом деле, на стороне наблюдатели, что у нас готовят к возвращению к ГУАГу? Ну, это, да, панические настроения подобные существуют. Там все ждут 1937 год, но, кстати говоря, довольно нескоро наступят. И, ну, мы же говорили о том, что история никогда не повторяется буквально. Она повторяется только в виде фарса. То есть, вот то, что произошло в 1937 году XX века, и там дальше продолжалось еще почти 20 лет, кстати говоря, вряд ли повторимо сейчас в той же форме. Но какой-то прообраз возвращения государственных репрессий к населению вполне возможно. Потому что, когда государство перестает договариваться, когда оно теряет способность к социальному договору с населением, оно вынуждено переходить к репрессиям. Ну, так или иначе, есть еще попутный кейс, который случился в то же время. Это, на самом деле, кейс востоковеда Сатановского, который буквально в эфире на улице израильских блогеров. Я напомню, что Евгений Сатановский, он постоянный спикер, был уже постоянный спикер телеканала «Россия-1» на программу господина Соловьева. Он назвал Марию Захарова, это, я напомню, что это представитель МИДа, да? Она заместитель министра, кстати, на странных дел. Да, он ее назвал сильно выпивающей женщиной. Вот. Но не женщиной, по-другому он ее назвал. Я не буду говорить. Вот. И после этого его, оказывается, уволили. Да, его уволили. Соловьева в наследство не уволили. Кстати, после чего мы выяснили, что, оказывается, эти спикеры там на зарплате. Они на зарплате, естественно. Да, и он же повинился и извинился вот там вот перед свои слова, так или иначе. Его отдернули, а вот Гурлева не отдернули. Уф. Ну, может, руки до всех не доходят, во-первых. А во-вторых, ну, то, что Сатановский выступил ведь против своей, как сказать, подельницы. То есть они с Машей Захаровой многократно в одной студии у Соловьева, значит, одни и те же песни пели. И вдруг он ее раскритиковал. А Гурулев потребовал уничтожения всякой гнили. Это разные вещи, согласитесь. Куда направлен вектор воздействия? Внутри у Сатановского случился раскол среди цеха, да? То есть они пели одни и те же песни, но вдруг он объявил Марию Захаровой сильно пьющей, никчемной, значит, и прочее, и так далее. Что оно, так сказать, вызвало любопытство широких народных масс. А Гурулев предложил уничтожать врагов, по сути. Врагов действующей власти, действующего режима, врагов Путина, несогласных с Путиным. Это разные вещи. Продолжение следует... Продолжение следует...